Крест Крест — это очень важная часть нашей христианской веры. Благодаря Ему изменилась история. Благодаря Ему все переменилось, и нас перестали наказывать за нашу вину. Это такая вещь, благодаря которой люди, совершившие в своей жизни что-то нехорошее, а среди них есть и я, те, кто не всегда совершенен и не всегда поступает правильно, по мнению Бога, наконец получили право предстать перед Богом святыми и невинными. Благодаря Кресту мы можем соответствовать сказанному в Библии, а там сказано «Будьте святы, потому что я свят». Для этого мы ничего не делаем. Мы не заслуживаем этого. Это и есть Божья благодать. Крест — это явление Божьей благодати на земле. Многие из нас живут с непрощением. Мы думаем, что нас никогда не простят за то, что мы сделали. Мы говорим, «Пастор, вы не представляете, что я сделал. Я убил человека. Я соврал. Я изменял жене. Я обижал своих детей. Мне все равно, что вы сделали. Крест — это вещь, благодаря которой вы можете высоволять Бога и получать прощение за любые грехи. Это крест Иисуса Христа». Так что же такое прощение? Слово «прощать» означает «начать все с чистого листа». Это термин из области права. Он означает «начать все с чистого листа». Извинить. Аннулировать долг. Когда мы кого-то обижаем, мы затем просим у него прощения, чтобы наши отношения могли быть такими, как прежде. Важно помнить, что прощение не даруется из-за того, что кто-то заслуживает быть прощенным. Наоборот, оно идет от любви, милости и благодати. Давайте будем честными. Некоторые из вас совсем не заслуживают быть прощенными. Вы этого не заслуживаете. Вы скажете, «Ну, пастор, вы этого не заслуживаете. Я этого не заслуживаю. Я не заслуживаю того, чтобы моя жена прощала меня снова и снова, снова и снова. Я этого не заслуживаю. Но Бог даровал нам благодать. Благодать может быть не только Божьей. На греческом это слово может также значить условное наказание. Одно время я работал в банке. Иногда мы давали людям отсрочку по кредитам. Когда мы это делали, мы говорили взявшим кредит людям. Хотя вам и пришло время платить по кредиту, но случилось так, что мы даруем вам благодать. Это благодать, которую мы даруем вам. Мы даем вам еще 10 дней. Это благодать, которую мы даруем вам. Вы знаете, какая самая большая опасность для христиан? Вы скажете такие слова и тут же умрете. Это самая большая опасность для христиан, потому что я помню, что когда я впервые посвятил свою жизнь Господу, я осознал, что мне передали силу креста. Я расплакался и подумал, что теперь смогу сделать что угодно. И вот я сделал нечто нехорошее и посмотрел вверх, чтобы увидеть устремленную в меня молнию. Но ничего не произошло. Я подумал, как же так? Я сделал еще парочку нехороших вещей и снова посмотрел наверх и подумал, Бог снова не убил меня. Значит, можно не париться. Многие из нас расслабляются в благодати. И мне очень нравятся слова апостола Павла по этому поводу. «Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать?» И он сам отвечает на свой же вопрос. «Никак. Крест рядом с вами. Его протягивают вам. Вас простили. Меня и вас простили». Послушайте, прощение, которое есть у нас во Христе, включает в себя освобождение грешников от Божьего наказания и полный отзыв всех обвинений против нас. В послании к Колосиным сказано, что возлюбленным Сыне Божиим мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Вот оно в чем дело. Все очень просто, но мы все усложняем. Мы усложняем истинную благую весть Иисуса Христа. Мы думаем, что если кто-то оступается, то наказать его за это плохое действие надо так же. Например, «Мой муж изменил мне. Поэтому я возьму и тоже изменю ему. Они солгали мне. Поэтому я возьму и тоже солгу им. Или они обокрали меня, поэтому я украду у них». Нет, два плюса не дадут минус. И это тоже верно. Простите, я оговорился, я хотел сказать вам другую вещь, а именно два минуса не дадут плюс, конечно. А два неправедных действия не приведут к праведности. Но послушайте меня. Вы не должны отвечать злом за зло. Не надо так поступать. Если кто-то вам соврал, это не дает вам права врать ему в ответ. Это не дает вам права врать ему в ответ. А если кто-то вам изменил, то что нужно делать? Нужно исправляться. Мы должны простить людей за то, что они нам сделали. Именно в этом и заключается идея Пасхи. В этот день наш отец сказал, «Я освобождаю их от того, что они сделали, благодаря тому, что они сделали для меня». Многие из нас еще держат зло на кого-то, кто сделал нам больно. Возможно, на своего отца, который сказал вам, «Ты ничего не добьешься в жизни». Или это была ваша мать? А может, вам соврал друг? Или ваш брат? Он что-то у вас украл? Или тот, кому вы доверяли, всем своим сердцем, всего лишь выкачивал кровь из вашего сердца и в итоге разбил его? Всякое бывает. Но истина о благое вести Иисуса Христа говорит нам, «Я отпускаю твои грехи». Если честно, то чем взрослее я становлюсь, тем больше я понимаю, что мне гораздо проще отпускать грехи другим, чем себе. К себе-то ты всегда более предвзятый, чем к другим людям. У меня, по крайней мере. Давайте попробуем сейчас сказать, «Я отпускаю твои грехи». Вам не кажется, что это истина? Я бы мог подойти к кому-нибудь на Уолл-стрит и сказать, «Ты прощен, все хорошо, все готово, но когда я подхожу к зеркалу, мне хочется себя побить. Я понимаю, что недостоин прощения, которое мне протягивают». Благая весть Евангелия заключается в том, что если мы оступились, следуя Божьему учению, мы можем быть прощены во Христе. Все плохое, что мы сделали, уже оправданно жертвою Иисуса на кресте. Повернитесь к вашему соседу и скажите, «Тебя оправдали». Или скажите это тому, кому вы хотите это сказать. «Все плохое уже оправдано». Послушайте, в этом зале происходят по-настоящему великие вещи, начиная с кафедры и заканчивая последними рядами. Возможно, вы сделали что-то плохое, но это плохое уже омыло кровь Иисуса. Она омыла все. Это и есть благая весть Евангелия. Это и есть благая весть Писания. А проблема нашего поколения заключается в том, что мы проповедуем благую весть, а сами ее не обретаем. Мы слышим благую весть, она кружит вокруг нас, но в нас она никогда не входит. Поэтому мы постоянно осуждаем. Мы только и делаем, что осуждаем других. И сами ходим, как толпа осужденных. Мы прикованы наручниками к бремени того, что мы сотворили ранее. Мы считаем, что мы виноваты и не можем восхвалять Господа и ощущать Его близко с собой. Мы считаем, что мы недостойны любить тех, кто нас окружает. Мы считаем, что мы недостойны тех отношений, которые даровал нам Бог, потому что мы тащим за собой свое прошлое. Мы так и живем, и поэтому окружающие нас люди не могут ощущать ту радость, которую Бог посылает через нас. А все потому, что мы таскаем за собой то, что уже простил крест. Согласны вы со мной или нет? Некоторые христиане ходят с опущенной головой, они тащат за собой бремя. Пастор, у меня проблемы в браке. Да, все потому, что ты таскаешь за собой бремя того, как ты обошелся со своей последней девушкой. Пастор, у меня ничего не получается. Так это все потому, что ты испытываешь ненависть, ожесточение, ревность и зависть к тем, у которых есть то, чего нет у тебя. Поэтому ты неправильно распоряжаешься деньгами. Пастор, у меня вечная депрессия. Это все потому, что ты до сих пор беспокоишься о своем отце, который оставил тебя. В то время, как наш всемогущий отец сказал, «Я всегда буду с вами». Пастор, мне одинок. Как вам может быть одинок? Вы сидите в церкви, где кроме вас сидит еще 300 человек. Вы таскаете за собой свою боль. Поднимите руки те, кто носит на шее крестик. Ну, давайте. Смелее. У нас настоящее движение креста. Мы носим крест. Мы все носим крест. Но сейчас это стало всего лишь данью моде. Мы относимся к нему как к украшению. Мы надеваем его и не вкладываем в это никакого значения. Для нас это всего лишь побрякушка, которую мы на себя надеваем. Сегодня утром я надел на себя эту побрякушку. Так мы относимся к нашим крестикам. Сегодня крестик стал для нас модным украшением. Мы видим крест и на церквях. На церквях всегда есть крест. Мы видим крест и думаем, какая миленькая церковь, какое прекрасное здание. Наверное, там церковь, да? У нас в Баттон-Руш есть три креста. Один из них находится на холме. Мы можем видеть его, когда едем по шоссе. Мы видим, что на холме находится большой красивый крест. Но мы просто проезжаем мимо. Мы говорим, смотри, какой большой крест. Он буквально врезается в небо. Я помню о том, что было здесь пять лет тому назад, а теперь подумайте. Вам наши три креста ничего не напоминают? Ведь это распятие Иисуса. Глядя на них, мы видим сцену распятия Иисуса. Не находите ли вы, что мы восхищаемся красотой самой ужасной смерти в истории? Это просто Иисус, распятый на кресте. Но это же просто Иисус, распятый на кресте, скажете вы. Мы обвешиваем этими фигурками наши дома. Их продают в магазинах. Но это же просто Иисус, распятый на кресте. Это же просто распятие Иисуса на Голгофе. Но на самом деле это нечто большее, чем красивое изображение исторического события. А слушайте лучшее, что написал нам апостол Павел. В первом послании к Коринфянам Павел сказал, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемо сила Божия». Вот что такое крест. Это не просто цепочка, которую мы носим. Это не просто фигура, которую мы помещаем на церковь или ставим на верхушку холма. На нем распяли Иисуса. Это Божья сила, которая явлена нашему поколению. Некоторые думают, что это бред. Но когда я вижу крест, я думаю по-другому. У меня тоже есть свой крестик. Я купил его в обычном магазине, в нем нет ничего выдающегося, но я люблю его. Я надеваю свой крестик как напоминание. Я надеваю его не потому, что он милый или прикольный. вспомните, как на прошлой неделе я говорил вам о том, что для нашего поколения Иисус стал звездой, но мы его не приняли. И крест тоже очень модно носить, но мы его не приняли. Мощное послание, которое несет собою крест, в нашем обществе упростилось. И теперь многие люди ищут свободу, но никогда не получают прощения. Поэтому мы постоянно ходим кругами вокруг причины, а причина так и остается в центре. Вот почему мы раздуваем проблемы из ничего. Вот почему мы играем в догонялки с проблемами, но в итоге они настигают нас и одолевают нас. Но истина заключается в том, что если мы понимаем силу Христа, мы перестаем думать о наших проблемах, потому что теперь все наши мысли концентрируются на Иисусе. С Ним не надо играть в догонялки. Его просто надо восхвалять. Была одна песня. Это была первая песня, которую я выучил. Мой отец часто доставал гитару и играл на ней. И вот я помню, как мой отец впервые спел для меня песню. Мне было шесть лет. Я сделал что-то нехорошее и думал, что сейчас отец меня накажет. Но он сказал мне, «Садись, сынок, сейчас я кое-чему тебя научу». «У креста», пел он, «У креста я увидел свет, и бремени упало с сердца тень. Верую своей, я смог прозреть. И теперь я счастлив каждый день». Отец спросил меня, «Ты понимаешь, о чем я, сынок?» Я ответил, «Нет». Тогда он снова спел эти слова. «У креста, у креста я увидел свет, и бремени упала сердце тень, и тут меня озарило». Я спросил его, «То есть, я могу принести все, что я сделал, к ногам Иисуса?» И он ответил мне, «Ты заслуживаешь наказания, но послушай меня, благодаря кресту ты можешь быть спрощен». «Вы меня сегодня вообще слушаете?» «Благодаря кресту вы можете быть прощены, но не надо сидеть и ждать, пока прощение само к вам придет». Вы должны сами понять, что вы прощены. Прощение очень важно. «В исходе сказано, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающие вину и преступления и грех». Обратите внимание, тут Бог выделяет три понятия, которые Он прощает. Это вина, то есть злоба, затаенная в нашем сердце. Это злоба, затаенная в людских сердцах. Наши сердца озлоблены без всякой на то причины. Все может быть очень запутанно, но просто скажите, «Я прощаю злобу в твоем сердце». Правда, ведь это замечательно. Возможно, у вас на сердце злые помыслы, но Бог говорит, «Я прощаю вам это». А еще Он говорит, «Я прощаю и устроивших бунт». То есть тех, кто пообещал делать хорошее, но продолжает делать плохое. Иногда мы бунтуем даже против истины. Но Бог сказал, «Я прощаю даже тех, кто бунтует против Меня. Даже если вы Меня отрицаете, Я вас прощаю. Даже если вы отрицаете Мое существование, Я вас прощаю». Даже если вы не хотите слушать и продолжаете идти своей дорогой, это тоже прощается. Бог сказал, что из-за греха мы не делаем того, что Он хочет, чтобы мы делали. При этом мы говорим себе, что все в порядке и продолжаем жить дальше. Подумайте о кресте, об этих двух сколоченных досках. Мы живем на земле, на наши сердца соединены с небесами. Прощение есть покой. Его даровал нам наш Спаситель Иисус. Мне не важно, что вы сделали. Мне не важно, какую грязь вы принесли сюда с собой, меня не интересует. Что имеют против вас другие люди? То, что вы сказали вчера вечером, меня тоже не интересует. мне не важно, что вы сделали прошлым летом. Мне это не важно, ибо это уже прощено. Исайя в своей книге рисует довольно мрачную картину. Там, конечно, есть очень много светлых и позитивных слов, но если вы прочитаете одно местописание, там сказано «Ищите Господа, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко, доставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и до обратиться к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он много милостив». Мы постоянно озлоблены, но Бог говорит нам о прощении. Он говорит нам, мои мысли не ваши мысли. Мы сами часто говорим такие слова. Но Господь говорит нам, мои мысли не ваши мысли. Потому что когда вы имеете что-то против кого-то, вы в первую очередь имеете что-то против себя. Но Бог не такой. Его мысли совсем не похожи на ваши. Его мысли по отношению к вам совсем не такие, как ваши мысли по отношению к вам. Потому что Он Бог. А еще Он прощает. Он наш отец. Он говорит нам, не ваши пути, пути мои. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Вот что Бог думает о нас. Он говорит, я хочу вас простить. Я хочу вас простить. Но если вы будете продолжать думать так, как думали раньше, вы не сможете получить преимущество прощения. А это радость, мир, любовь и Дух Святой. Это жизнь полной жизнью. Сейчас я приведу вам несколько примеров прощения. Вы помните историю из Библии про женщину, взятую в прелюбодеянию. Дамы, послушайте меня. Как-то я проводил встречу под названием «Свидание судьбой». Это была встреча только для женщин. Я рассказывал там об одной женщине, взятой в прелюбодеянии. Говорил о своем видении этой истории, но моим слушательницам было скучно меня слушать. Они то и дело поглядывали в окно. Дело в том, что я читаю Библию не так, как читает ее большинство людей. Мы еще поговорим об этом. Так вот, женщину, взятую в прелюбодеянии, привели к Иисусу. По закону она должна была быть наказана. Но в Библии сказано, что Иисус встал на колени и стал писать что-то пальцем на земле. Пастор Марк как-то сказал. Интересно, а что это он там писал? А потом добавил. Я бы взял грифельную доску и стал бы что-нибудь на ней писать. Возможно, я бы что-нибудь напророчествовал и я сказал ему, ну что ж, попробуй. Но истина заключается не в том, что он писал там на земле. Чтобы он там не написал, он сказал очень важные слова. Пусть тот, кто из вас без греха, первым бросит в нее камень. Как-то моя жена читала об этом проповедь. Мне кажется, что в эту женщину другими людьми было брошено достаточно камней, но Иисус просто сказал ей, «Иди и впредь не греши». У меня есть и другой пример. Помните историю о женщине у колодца из Евангелия от Иоанна? Очень сильная история. Она сказала Иисусу, «Почему ты, еврей, просишь пить у меня Самаринки?» Но Иисус простил и ее. Мы бы на его месте оскорбились, но Иисус сказал, «Ты достойна прощения». Давайте вспомним еще одну историю. Помните историю, связанную с Неневией? Помните Иоанна? «Иди в Неневию, проповедуй им благую весть, расскажи им истину, скажи им, что я хочу, чтобы они получили прощение». Иоанна не хотел этого делать, но Бог заставил его это делать, потому что он очень хотел простить этих людей. Помните Симона Петра? «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Иисус помог тогда рыбакам наловить много рыбы. Мы все с этим сталкиваемся. А теперь давайте перенесем действия в 21 век. Пусть нашим героем станет человек, зависимый от наркотиков и алкоголя. Можно ли его простить? Послушайте «Меня, люди, не желающие прощать кого-то, забывают о том, что Бог протягивает и к ним свое прощение». Спасибо вам за вашу реакцию. Это очень важно. Истина заключается в том, что иногда я вижу верующих, которые ходят в церковь так давно, что уже забыли, что значит прощать. Вот зачем нам нужен крестик. Он напоминает нам, когда мы увидим кого-нибудь погрязшего в своих грехах, кем бы могли стать мы, если бы нам однажды не рассказали истину о Благой Весте. Что такого плохого в наркоманах и злоупотребляющих алкоголем людях? Неужели они не заслуживают услышать Благую Весть об Иисусе Христе? Но подумайте об этом. А как насчет человека, исполненного ненависти и горечи? Да, ненависти и горечи. Я сам когда-то был таким. Я постоянно был озлоблен и ожесточен. Моя злость съедала меня изнутри. Я был ожесточен. Но помогает ли крест и от этого? Если ваше сердце озлоблено и ожесточено, то крест поможет и вам. Запомните это. А если это касается вашего супруга или вашей супруги, то не говорите им об этом сами. А то можете и получить от них хорошенько. а как насчет человека, имеющего сексуальный грех? Все заслуживают благодати, которую несет с собой крест. Вы скажете, ну, пастор, вы не представляете, что они сделали. Они совершили такой грех. Да, возможно, в мире их накажут, но если они примут Иисуса Христа, то знаете, что будет? Они будут прощены. Я являюсь пастором уже много лет и понял одну важную вещь. Если бы вы знали лучше того, кто сидит рядом с вами, вы бы простили людей и за пределами церкви. Не отвлекайтесь, пожалуйста, смотрите на меня. Интересно, что это они там? натворили. Кто знает, что они там такого натворили, а? Давайте-ка подальше отсяду от них. но истина заключается в том, что если вы будете это знать, я должен сказать вам еще одну вещь. Лжицы, воры, убийцы, расторгающие брак, восстающие против Бога и близкие к этому люди отрицают Бога. всем нужен крест. Если бы вы лучше знали того, кто проповедует вам каждую неделю. Ребят, если вы хотите ощущать божественное пребывание, за это придется заплатить. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас.